Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «Архиз-24» и с вами я, ведущая, Олеся Стародук. Сегодня у меня в гостях моя коллега, журналистка, телеведущая, редактор... Сколько много всего! Да-да-да, Ольга Заболотнева. Хотела сказать доброе утро всем. Пусть ваш день сегодня будет ярким, прекрасным, замечательным и вкусным. Да, и еще хочется отметить, что сегодня особенный день, день рождения телеканала «Архиз-24». Ровно 7 лет назад наш канал начал свое вещание, и сегодня мы здесь с Ольгой ответственные за праздник. Сегодня мы будем готовить праздничный обед. Да, стол, поэтому приступаем. Конечно. Но хочется для начала рассказать телезрителям, что же конкретно будет на нашем праздничном столе, какие продукты нам потребуются, ну и, соответственно, способ приготовления мы уже покажем в ходе нашей передачи. Мы будем делать брускеты с авокадо, будем делать их с красной рыбой, вот, а также мы будем делать теплый-теплый салат. Теплый, да, как наша атмосфера здесь, да. Под соусом Дорблю. Так, вот такие необычные у нас слова сегодня будут присутствовать в эфире. Дорблю – это сыр с голубой плесенью. И, кстати, есть еще такой вот маленький сюрприз. Я подготовила соус песто. Здесь у нас есть еще кедровые орешки, и мы сегодня приготовим брускетты не только с авокадо и семгой, но еще и брускетку с песто и с томатами, и с седром и орехами. Есть так сюрприз, ты подготовилась. Я понимаю, что ты у нас брускетты, поэтому решила немножко разнообразить наше сегодняшнее меню. Ой, спасибо большое. Кстати, Оль, для нашего теплого салата нам необходимо приготовить креветки, да, вот, воду я уже поставила заранее, чтобы сэкономить наше время. Время, да, и нас ждут как-никак. Да, все хотят кушать, праздничный обед. Все уже проголодались, да, на самом деле. Но я предлагаю отправить уже креветки в горячую воду. В горячую, да, в теплую, в кипящую воду. Вот, креветки мы выбрали именно королевские, они должны быть такие большие, красивые, сочные, красавцы. Да. Ждем. Ждем. Они буквально одну-две минутки готовятся, нам нужно, опять-таки, сохранить вот эту вот сочность креветок, главное не переварить, потому что все знают, наверное, если долго варить морепродукты, они становятся резиновые, невкусные, сегодня наш салат должен быть обязательно вкусным. Знаете, проблема в том, что этот человек очень хорошо готовит, потому что она ведет такую замечательную программу, и кажется, что ты ко мне пришла как в гости с деликатесом, а не я к тебе. А почему бы и нет? Давай сегодня пройдем такой эксперимент. Я согласна, потому что насчет готовки я это дело люблю. Ну, знаешь, как-то у меня нечасто получается готовить в связи с тем, что у меня график 24 на 7, вот, и для меня... Ну, я готовлю хорошо. Готовлю, ха, хорошо. Сегодня мы это будем проверять. Да, вот. Кстати, нужно было засечь одну-две минутки, да? Одну-две минутки. Наши, я думаю, операторы нам помогут. Да, да, обязательно нам подскажут, тогда их нужно будет доставать. А для нашего салата, кстати, мы еще не перечислили ингредиенты, которые нам потребуются, да? Нам перец, помидоры, огурцы. Все зелень, которая у вас есть на вашей кухне. Чесночок вот вижу еще у нас. Да, чесночок также нам понадобится и для брускет. Мы будем авокадо перемешивать с чесноком. Я знаю, наверное, что ты не любишь? Чеснок? Очень люблю. Ладно, все. Окей, сыр, получается сливки, белое вино. Сразу сегодня праздник. На самом деле не получится прям так очень раз налить, потому что алкоголь будет выпариваться. Ну, в принципе, все. Нужно приступать к готовке. Креветки уже практически готовы. Да, мы их вытаскиваем. Да, можно их уже потихонечку доставать. Вот я достану. А в ту же самую посуду? Ты за всем следишь. Ты успеваешь и говорить, и ты успеваешь и готовить. И даже, понимаешь, у нас были ответственники за время кто? Не мы, наши дорогие операторы. Да. Но ты успеваешь на всех фронтах просто быть первой. Опыт, Оль, опыт. Так, теперь нам нужно выключить печку. Мы можем, кстати, выключить эту конфорку. А, окей, мы можем переставить. А можем переставить, да. Вот так мы сделаем. Абсолютно верно. Мы разогреваем сковородочку. Именно в ней мы продолжим приготовление нашего салата. Точнее, соуса уже для нашего салата. Начнем именно с чеснока, который ты думала, может быть, я не люблю. Но чеснок я очень часто добавляю во все блюда, кроме десертов. Хотя однажды все запомнили операторы, как я готовила кофе с чесноком. Но, кстати, там не чувствовался чеснок, но при этом он там был. Вот, поэтому в креветки уж точно мы добавим чеснок. Креветки без чеснока это вовсе не креветки. Я думаю, что... Но мы все, иди, иди. Скажи, пожалуйста, давно ты на этом телеканале? Мне просто тоже хочется с тобой пообщаться на эту тему. Сколько лет? Признавайся. С 2016 года. Давай-ка посчитаем вместе. 4-5 лет. 5 лет. Ну, получается, я тоже 5 лет здесь с 2016 года практически. Как летит время, как мы изменились, да, у нас дети появились. Вот, мы стали совсем другими, время летит, а мы все здесь и здесь. Надеюсь, мы стали лучше. Но я думаю, что телезрители следят за нашим прогрессом, надеюсь, не за регрессом все-таки. Так, что делаем дальше? Мы кидаем на сковородку чеснок. Для начала я предлагаю добавить немножко оливкового масла. Да. Чтобы был аромат. Конечно. Вот сегодня мы готовим блюдо с таким итальянским уклоном, да, с такой вот итальянской ноткой. Я всегда мечтала посетить Италию, но, к сожалению, пока еще не предоставилась такая возможность. Сегодня такая маленькая Италия здесь, в нашей студии. Если мы не хотим лететь в Италию, то Италия прилетит к нам. Да. Надеюсь, что я сделала все верно. Конечно. Теперь мы кидаем. Теперь мы можем, да, вот я попрошу тебя. Можно вот так сделать, да, чтобы лишний раз руки не пахнут чесноком? Я поберегу сегодня твои руки. Мы с тобой как две болтушки. Да. Просто не останавливаясь, болтаем и болтаем, болтаем и болтаем. Да. Ну, жду. Встретились две ведущие в одной студии, да. Так что, давай порежем с тобой овощи? Давай. Давай. Делимся. Можем начать как раз-таки с руколы. Давай. Ее необходимо немножечко порвать. Да. Но мы еще оставим и на брускет с тобой немножко. Для украшения. Да. Немножечко. Что будем оставлять с тобой? Я думаю, что руколу. Это же... Была бы симпатичнее. Вот эта. Да. Да. А вот остальные, родичио, я вижу здесь листики, свеклы. Их можно... Давай как-нибудь так вот. Перечисли все, что здесь находится. Хаотично. Порвать. И добавить шпинат, кстати, тоже здесь. Да. Я думаю, может быть, мы оставим пару листиков шпината для того, чтобы... Главное, чтобы он был в форме. К тому времени, когда мы будем оформлять нашу брускетку. Чесночок обжариваем чуть-чуть с двух сторон для того, чтобы масло просто приняло его аромат. Отлично. Мы с тобой перевернули чеснок. Продолжаем рвать нашу микс зелень. Да. И уже распространяется по нашей студии такой приятный аромат. Сейчас сюда все набегут. Жаль, нам честно, когда Оля, кстати, всегда в первых рядах. Кстати, да. Я набегу себя здесь в качестве гостя и в качестве человека, который готовит, а не только ест. Ну, ест, кстати, Оля с большим удовольствием всегда. Да, это значит... Всю еду, которая готовится здесь, на нашей кухне, это просто одно удовольствие. Понимаете, когда ты здесь остаешься до вечера, приходишь сюда вечером, и тут тебя ждет прекраснейший стол. Это же не счастье. Ну, мне кажется, счастье. Так, это мы оставляем. Да. И вот чесночок. Знаешь, и домой потом по итогу не хочется есть. Потому что дома нужно готовить же. Вот иногда так, знаешь, жены наших операторов немного меня недолюбливают, потому что встречают там мужей со вкусным ужином, а мужчины наши уже... Слушай, но я бы была счастлива, если бы вы не были так. Можно сэкономить, опять-таки, на еде. Да. Так, да. Ты же ешь с помидорами? Да, я порежу сейчас с помидорами, но вот хочется заметить. Мы извлекли чеснок из масла для того, чтобы он не подгорел, потому что горелый чеснок, это очень невкусно. Так, очень вкусно. Вот, а масло немножко отодвинуло. Что делаем дальше? Делать нам нужно. Нам их нужно сначала очистить. Так, я думаю, что ты умеешь чистить креветки, все умеют чистить креветки. Оля, такое ощущение, как будто я ни разу не делала это. Ни разу не ела креветки, ни разу их не чистила. В общем, представь, как будто ты сейчас их будешь есть, но только ты их не будешь есть, а только будешь чистить. Мы сначала отрываем голову. Да. Вот. Олесь, давай, ты мне поможешь в этом непростом деле. Давай. Если ты сама не можешь справиться, я, конечно же, тебе помогу. Да, я это очень долго делаю. Хвостики тоже снимаем. Хвостики. Хвостики снимают с хвостиков. Да, хвостики с хвостиков. В общем-то, мы удаляем панцирь. Так, ну что, Олесь, мы креветки почистили. Да, победили. Теперь мы будем их жарить, обжаривать на сковородочке. Кстати, масло у него загрелось. Берем. Отлично. Мы кинули креветочки. Сейчас добавляем соли, совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Нужно еще поперчить, совсем немножко. Знаешь, я не чувствую меры, потому что у меня дома такая сучка. И да, и вино, вино. И крышечка, 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 сразу крышечка. Накрываем буквально на минуточку. Сейчас я тебе тут в кухню все... Фейерверк. Разничный фейерверк из вина и масла. Но, дорогие друзья, не переживайте, на самом деле алкоголь полностью выпарится и останется только вот этот прекрасный, винный, виноградный. Виноградный, да, аромат и вкус. Кстати, добавляем сухое вино, белое. Белое вино вообще здорово сочетается с продуктами. До нашей встречи ты изучила все продукты, безусловно. Весь состав, не знаю. Это же я должна говорить, но... Я готовилась. Ты молодец. Ты хорошо ведешь свою программу. Вот, да, минутка буквально, еще, наверное, секунд 30, и мы вливаем... И можно будет сливки. А, достаем сначала креветки и вливаем сливки. Мы готовим соус. Да. А креточки пока подождут, я подготовлю тарелочку. Да. Спасибо. Так, пока ты будешь заниматься креветками, соусом, я тебе помогу с сыром. Я вот нарежу сыр. Сыр Дорблю с голубой плесенью. Дорблю можно заменить на Грандблю, он немножко похож. Ну, а пока мы занимаемся соусом, креветками, хочется поговорить о твоей журналистской деятельности. Ты одна из тех журналистов, работы которых не могут оставить равнодушными, и информация, которую ты подаешь, она не воспринимается как простая информация. То есть это обязательно какой-то такой вот очень глубокий эмоциональный отклик, да? Вот, честно говоря, рыдала над ее сюжетами и вообще или наоборот улыбаясь, поднимается настроение. Очень нравится контент. Спасибо. Кстати, в Инстаграме, это тоже мы чуть-чуть потом позже заглянем. Ольга является еще и редактором или директором отдела СММ. Ну, я являюсь руководителем. Руководителем, да, СММ отдела нашего, то есть все социальные сети. Да, они как бы принадлежат нескольким людям. Да, и по голове вот этого креативного человека. Но о журналистике. Для начала вообще я почему-то выбрала такую профессию. Прости, я с тобой заболталась. Я вот стою, стою. Мы их чуть не потеряли. Журналистику почему я выбрала? Не знаю, вот знаешь, не знаю. Не могу сказать, что я огрезила об этой профессии там с начальных классов. Нет, это пришло все минутно. Мне нравилась литература. Очень нравилась литература. Теперь мы вливаем сливки, я говорю, в параллельность. Да, 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 да. Вот, сливочки. Красота. Да. Вот, и оставляем их тоже. Чуть-чуть прогреться. Да, а потом сырок. Давай мы накроем крышечкой. Вот, и я любила очень литературу. Жутко. И решила сдавать экзамен. Я помню, моя преподавательница Бубнова, она узвилась. То есть, я была первым человеком в своей школе, которая сдавала литературу. Ритературу, да. Ритературу, да, на самом деле это очень сложно. Я сдала, я поступила на факультет журналистики. Правда, меня родители хотели отправить в Ромавир, но я сказала нет. И сама подала документы, точнее своей соседкой, в Ставропольский вуз из Кайфу. На тот момент он был еще из Глуну. Я когда-то пришла, вот эти изменения произошли. Вот, и по итогу я там проучилась три года, или два, или три. И решила, что так не может больше продолжаться. Мне нужно идти и работать, и набираться опыта. Потому что все-таки журналистика – это практика. Практика, еще раз практика. Вот, и я прошла кастинг. Его объявлял телеканал ГТРК Ставрополье. Простите, у меня тут будет сейчас все. Теперь мы кидаем сыр. Мы потеряли один кусочек, но... Вот, и также накрываем крышечкой. Ждем, пока он растает. Да, я предлагаю чуть-чуть убрать огонь. Да, давай. Я не справлюсь с этой задачей, поэтому я помогаю всегда. Да, и я прошла кастинг. Объявляли кастинг на такую программу, как «Кто не видел, тот не в курсе». И я там набралась какого-то опыта, просто невероятного, от ярких людей. И решила полностью погрузиться в эту журналистскую деятельность. Но, помимо этого, я еще работала лаборантом на кафедре и еще была звукорежиссером. То есть мне профессия – это настолько понравилось, вся связанная с журналистикой, что я попробовала разные сферы в ней и нашла себя. Вот, и потом, по итогу, я нашла этого человека, который сказал мне, «Оль, давай сюда, в красивой черкесии, я вышла замуж и пришла работать на телеканал». Вот так случилось. Дальше мы уже с тобой наблюдали. Да. Но скажи, пожалуйста, для того, чтобы готовить вот такие сюжеты, о которых я говорила пару минут назад, достаточно ли быть хорошим специалистом, хорошим грамотным журналистом, или все-таки это любовь к своей профессии? Нет, я могу сказать уверенно, что это любовь, потому что на своей работе я нахожусь 24 на 7. То есть я могу быть не здесь, но я головой полностью в ней. Я прихожу домой, к примеру, готовлю, я думаю, так, в тексте надо переставить вот это, вот это передвинуть сюда, а вот это надо перемонтировать вот так, и вот так вот внимание нужно привлечь. И поэтому я нахожусь в этой профессии действительно все свое время. То есть у меня, честное слово, я не могу поехать куда-то и отвлечься. Я постоянно думаю о том, какой бы контент создать, и как бы зацепить за день человека чувства, живые эмоции, чтобы вот этот был отклик на то, что я делаю. Это самое ценное, что может быть вообще в журналистике, получать вот эти вот обратные эмоции. Так, наш соус. Да, 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 вот, кстати, плавится сынок. Можно немножко помешать, вот держи тебе вот такой. А, я вот, у тебя есть лопаточка. Да, ты лопаточкой здорово справляешься. Потихонечку будем помешивать для того, чтобы соус превратился в такую однородную, приятную массу. Мне нравится, как ты объясняешь. Боже, это так невероятно. Я бы так не объяснила. Вот, и получается, я создаю на телеканале сейчас контент. Одна из моих любимых на данный момент программ – это проектов. Это об этом не принято говорить. Вот там я подбираю четко темы. На данный момент было три выпуска, три таких мини-фильма. Они не в горизонтальном, а вертикальном формате, чтобы больше было можно привлечь внимание аудитории через социальные сети. И вот этот проект, он меня поглотил. Я просто там продумываю, ну как, стараюсь продумывать все детально, потому что один из последних выпусков, как мы знаем, 18 января сошла лавина в Донбай. И я поехала туда и решила отснять выпуск, а именно о работе тех людей, которые находятся в этой ужасающей обстановке. Ты подвергаешь опасности себя, ну то есть спасатели, МЧС, потом пожарные, полиция, все, кто там были, добровольцы. Они подвергали свою жизнь опасности, потому что могла сойти повторно лавина. Ну, мы об этом, конечно, не знали, но мало ли вдруг. То есть вот я решилась. И впервые я, знаете как, не то чтобы расстроилась, но почувствовала действительно опасность, когда в ночь, это было, наверное, часов в 6 вечера, а там уже, как мы знаем, темно. Мы с моим коллегой Дарилием Мерзой поднимались на канатки, и нас просто вот так качало. Я держала телефон в руке, и было настолько холодно, потому что ветер, метель, снег, Донбай, муссовая температура. Мы когда поднялись, вот это вот так вот все качает тебя, и мы когда поднялись туда, вот на четвертый уровень, где сошла лавина, я не чувствовала своей правой руки. Я думала, что все, мне ее действительно амбутируют. У меня серьезно на глазах, я не знаю, что делать. Знаешь, как журналист, мне надо собраться. У меня эта рука, и я не знаю, что делать, потому что она у меня не работает. Она у меня не работает, я не могу на кнопку нажимать. Вот это меня беспокоило очень. Ты снимала на телефон? Да, я снимала на телефон, потому что проект же в вертикальном формате. Вот, и мне сказали, изи вот, отогрейся руку свою буквально 2 минуты, но была адская боль, потому что, когда рука приходила в себя, это было просто ужасно. Вот, я вышла, я вышла и стала снимать, и добила эту всю историю, да, очень печальную историю, очень ужасную историю, потому что там погиб, по сожалению, человек. И в таких условиях, да, сложно работать, и ты должен любить свою работу просто вот всем сердцем, чтобы ездить и рисковать жизнью. Но я не говорю, что я герой, потому что моя профессия не сравнится с профессией тех людей, которые были там на склоне. Ну, вот, кстати, касаясь вот этого выпуска, я как раз и готовила вопрос о том, были ли такие моменты, когда было страшно, по-настоящему страшно, когда приходилось рисковать жизнью. И готова ли ты повторять такие сюжеты, такие проекты? Да, готова, готова. И, знаешь, еще у меня был выпуск про как раз пандемию, когда только началась красная зона. Да, все помнят тоже этот фильм, его все могли видеть в сети Инстаграм. Да, кстати, он набрал около 300 тысяч просмотров. Честно, было страшно видеть людей, которые болеют. Когда ты еще не понял, что это за болезнь, хотя в тот момент я уже переболела, но я переболела очень легко. И когда ты видишь тяжело больных людей, когда ты проходишь мимо просто реанимации, и перед тобой открывается вот это все, это тоже очень тяжело. Я не знаю, психологически, наверное, человек должен быть подготовлен, он должен быть сильным, чтобы потом не сойти с ума, и как-то надо это потом отпускать, когда ты уходишь. Потому что ты журналист, и ты как-то иначе должен. Ты должен воспринимать информацию, но полностью не пропускать через себя. Ну, конечно, такого не получается. То есть мне нравятся, да, такие именно истории, которые тяжелые. Ну, как тяжелые? Я, наверное, больше себя в них испытываю. Ну, и показываю людям, что вот у нас есть герои, герои в белых халатах, которые лечат нас. Ну, это говорит о том, что в тебе есть и те качества, геройские качества. Ну, возможно. Да, часто люди видят тебя с такой хохотушкой, шут, значит, вот это очень обманчиво. Меня все считают такой девушкой, которая, ну, недалекая. Блондинка, шутит в городе, там, хаханьки-хиханьки. На самом деле нет, ну, это образ. Это действительно образ, который там сложился. И да, там, те, кто смотрит шоу «Город», они не понимают, когда меня встречают в жизни и говорят, «Хм, да?» Это серьезная женщина. Ты такая? Да, такая. Просто, к примеру, тоже мои коллеги, когда некоторые приходили, да, по истечении времени, новые коллеги сюда, и они знакомились и говорили, «Оля, это ты ли?» Ну, то есть они удивлялись, что у меня есть интеллект, да, то, что я нестандартно, там, делаю серьезные проекты, пишу тексты. Ну, то есть это образ, и я хочу отодвинуться от него, но так как я вместе с Артуром создавала шоу «Город», я тоже не могу из этого проекта уйти. Вот, дорог, дорог очень моему сердцу. Мы создавали вместе студию, то есть искали вот это, что там находится, обсуждали, как это будет выглядеть. И это очень тяжело, когда ты что-то отрываешь от своего сердца. У меня, когда я сюда пришла, был острый вопрос. Я помню, да. Это самый первый проект, да, это шоу. Вот, и, не знаю, как-то из него я легко вышла. А вот из шоу «Города» я пока что не могу. Пока что это вот мое, пока что это сидит во мне, и я буду его вести. Это, наверное, как кухня у меня. Да, да, возможно. И мне очень комфортно работать с Артуром Кенчишаевым. Мы на протяжении вот двух проектов с ним уже вместе, как коллеги. И действительно, вот люди, Дарья Илья Мерзова у нас невероятно новый, прекрасный ведущий, до этого был Руслан Фомуков. Ну, новый, да. Все были замечательным чувством юмора. Да, будут еще новые проекты, будем еще как-то встречаться, что-то делать, какую-то работу совместную. Вот. Ну, то есть идей море. Да, ну как, море, они, знаешь, бывают так, что нахлынули все, ты не успел записать. А там раз, мол, наошел. Да. Отлик. Ну, а так, да, главное на все те идеи, которые приходят в голову, найти время. Это самое важное, потому что, когда у тебя есть ребенок, когда у тебя есть любимая работа, ты, очень тяжело эти две вещи как-то сопоставить вместе. Мы с тобой заболтались и забыли нарезать овощи. Вот, вот так вот бывает такое. Давай, давай. Сейчас, вот который помидор побольше, он пойдет в салат. Ты ответственная у нас за нарезку, поэтому я стою. Я буду нарезать, и ты будешь говорить. Да. Ты не расслабляйся. Работаем, работаем. Мы поговорили уже о серьезных вещах, сейчас хочется поговорить немножко о каких-то неловких ситуациях, которые складывались у тебя на рабочем месте. Это не обязательно шоу-город, может быть, это было еще в студенческие времена, может быть, это как раз начало твоей деятельности было, скажем так, первый опыт. Олесь, ты не поверишь. У нас была практика в университете, и меня отправили на 11 телеканалов в свое ТВ, где я как раз-таки проходила ее, и мне дали задание. Нужно было пойти, сделать опрос на улице. Вот я вышла. Я не помню уже, какой у меня вопрос был, но по итогу мне чуть этим микрофоном не надавали по голове. Понимаешь? Вот это вот, не знаю, какое-то острое отношение к материалу, вот не знаю, может быть, у меня именно из-за этого сложилась, да, вот такая деятельность журналистская, что я все хочу, чтобы было остро, чтобы реагировали. Может быть, только вот по этому поводу, вот был один из таких. А так, ну, постоянно что-то происходит, но вот, знаешь, ты сейчас меня навела на ту мысль, что если что-то у нас глобальное было смешное, надо обязательно записать в блокноте, воничок куда-то, чтобы потом можно было прийти, открыть, прочитать и уйти. Да, да, да. Сейчас очень тяжело вспомнить. Так, мы нарезали помидоры. Помидоры мы отправляем к зелени, сюда же. Добавим немножко болгарского перца, да, огурчик будем добавлять? Знаешь, немножечко можно. Чуть-чуть, чуть-чуть совсем. Ну вот, чуть-чуть перца, да, только я, вот ты молодец, режешь меленько. Сразу видно, что у тебя детки. А я режу крупно, а потом еще Алисе разрезаю. Сразу видно, что у человека тоже ребенок. Да, но я люблю все крупно, когда нарезано море. Я тоже. Но почему-то она сегодня мелкая. Сегодня мелкая, да, потому что у нас сегодня достаточно мелкие креветки, мне так показалось. А, и ты решила. Вот несмотря на то, что они королевские, ну какие-то вот у нас сегодня королевские креветки. Ну, мы проживаем в Крачаво-Черкесе, извините, море поблизости. Нет. Или океану. Кстати, можно использовать тигровые креветки, но их сложнее найти, на самом деле, поэтому если есть возможность, то вставайте. Мне нравится, как ты умеешь вот так общаться и стоять, смотреть по сторонам, как не страдают твои пальцы. У меня вопрос к тебе. Самое опасное в нашей студии это терка. Вот она сейчас слева от тебя, поэтому держись от нее подальше, если вдруг что-то случалось. Не только у меня, поверь мне. Эту терку боятся все. Добавляю болгарский перец сюда же. Кстати, по поводу специй. Соль, перец будем добавлять. А знаешь, нет, у нас потому что соль. Соус, он соленый, вкусненький. Сыр, дор-блю, сам себе соленый. Поэтому мы обойдемся сегодня без солений. Сегодня у нас теплая заправка, собственно, поэтому он называется салат теплый, да? Так, где тарелочки, мы выкладываем все на тарелки. Вот они, тарелки. Я сейчас убираю, что с салат лишний элемент. Мне кажется, что салат необходимо перемешать, да? Вот показать нашим телезрителям, какая красота получилась в салатничке. Опять-таки, повторяю, мы не добавляем ничего. Для меня больше пахнет летом, чем весной. Да. Хотя на дворе весна. Но ведь уже совсем скоро. Совсем. Еще немножечко осталось. И на улице будет прекрасная погода. Да. Летняя. Да. Да. Все. Мы не добавляем ни масла, ни специй. Вот в таком виде мы перекладываем на тарелочки. Сейчас уберем. Все не нужно. Ты отлично справляешься без меня. Да. Ты просто говори. Рассказывай, рассказывай. Рассказывай. Что бы тебе еще такого рассказать? Да, но над чем работаешь вот сейчас и что в ближайших планах творческих, естественно? Так, над чем же я сейчас работаю? Честно, у меня постоянный конвейер какого-то контента. То есть это и социальные сети, да, потому что мы занимаем у нас целый отдел, и мы занимаемся как раз-таки ведением социальных сетей. То есть это ежедневная работа. То есть выходных нет, и работаешь 24 на 7. Это шоу-город. Ну, конечно, за него отвечает полностью Артур, но я там тоже как бы присутствую. Вот, об этом мне принято говорить. Недавно у меня, кстати, закрылся, ну как закрылся, второй сезон был окончен, проекта «Пробыть». То есть мы с ребятами рассказывали о профессиях, которые, возможно, в будущем пригодятся им. Вот, ну, то есть это проект, который направлен на изучение будущей профессии. Вот, это и стоматологи, это и учителя, это и там гиды те же. И журналисты те же. Был такой. Да, кстати, ведущего мы снимали, Азарета Иркенова в студии. Вот. И он вот недавно был у нас закрыт, второй сезон, но мы скоро собираемся возобновлять. А я думала, ты скажешь, и он недавно был уволен. На его место взяли уже. Ну, с детьми, знаешь, как... Я не могу сказать, что очень просто работать. Нет, на самом деле дети, к ним нужен свой подход. Вот. Это ты взрослому пришел, сказал, он сделал. А тут, чтобы ребенок сделал, ты должен к нему так подойти сказать, вот так, вот так, чтобы он понял, понял то, чего ты от него хочешь. И я считаю тоже, что это одна из самых таких сложных работ, когда ты находишься за кадром, а в кадре у тебя маленькие, перспективные, да, там, взрослые в будущем. И креветки. Сейчас мы их просто красиво выложим. Можно я буду это делать руками? Да, конечно. По-домашнему. По-домашнему, потому что мы, правильно, где? Нет, в ресторане. Да, мы дома у себя, в нашей теплой, уютной студии. Мы дома. Я это называю домом. Да. Учитывая, сколько времени мы проводим на работе, можно смело называть наш канал домом. Ну что, в принципе, можно сделать вот так. Так, и где наша ложечка? Ложечка, держи тебе чистую ложечку. Мы теперь берем и поливаем соусом наш прекрасный, вкусный, ароматный салат. Красота. Да, надеюсь. Шеф-повар. Ну, пахнет очень вкусно. Вообще, я очень люблю сыр Дор Блю. Я люблю его. Значит, я угадала. Я знаю, что от души прям. Да, и ты знаешь, я очень люблю салат из сыра Дор Блю с апельсинами или с мандаринами, и с микс-салатом с чесночком. Это очень вкусно. Мне кажется, я тебя угощала таким салатом когда-то давно. Да, когда-то давно. Ну, знаешь, о мой желудок забыл. Надо бы напомнить. Да, надо бы. Согласна. Итак, салат готов. Да. Мы можем приступать к бурскетти. Ну, я давай порежу хлеб, а ты почистишь рыбу. Да, здесь уже все распределено. Только мне не обходи. Нож. Держи, хочешь вот такой? Да. Мой любимый. Я тебе дам свой любимый нож. А сама возьму какой-нибудь... Возьму нож и постараюсь тоненько нарезать рыбу. Красная рыба у нас сегодня. Это может быть семга, может быть форей, может быть горбуша, кита, в общем. Ты решила перечислить все виды красной рыбы. Да, которые я знаю практически. Я сдала экзамен по красной рыбе сейчас. Так, и значит, мы с тобой. Ничего себе, ты нарезала весь багет. Да. Да, я решила еще уронить. Но мы сегодня будем готовить бурскетти еще и соусом песка. Да, поэтому мы оставим, оставим сколько штучек приблизительно нам. Сколько поместится в сковородку? Давай столько приготовим, я думаю, что лишним не будет, ты знаешь. Сейчас мы ставим сковородочку на огонь, да, которого мы не видим. На электрический огонь? Да, дальше. Дальше мы ждем, пока она разогреется. Да, и после этого мы наливаем масло. Супер. И дальше обжариваем кле. Ну, и в принципе, дальше все увидите. Рыбу мы можем помельче нарезать или оставим пластиночки? Давай полосочками. Давай, давай полосочками. Давай красивее. Вот, отлично. Дружно с тобой решили. Боже, у тебя какие полосочки, да? Такая эстетика, да, ты такая невероятная. Просто так, я сейчас вот болтаю. Масла совсем немножечко, сказала Оля и вылила полбутылки на сковородку. Ничего не жареете для своих коллег, для своих родных. Сегодня мы готовим для нашей телевизионной семьи, да? Да. А для них нам не жалко ничего. Много масла, много хлеба. Придавливайте немножечко. Много соли. Да. Жарим весь хлеб. Жарко елочкой. Угу. Вот так. Итак, мы переворачиваем сейчас наш хлебушек. Заготовочки для брускетки. Заготовочки. Да, вот, кстати, секрет успешной брускетты, это вкусно поджаренный хлебушек. Должна быть такая аппетитная, хрустящая корочка. Кстати, она у нас получилась. Мне, естественно, хочется очень сильно кушать. А уже, типа, слюни, это уже слышно в микрофоне. Я думаю, да. И через минутку можно будет доставать, выкладывать на тарелку. А затем выкладывать начинку, которую мы, кстати, еще не приготовили. Я могу взять на себя. Авокадо? Авокадо. Ты сегодня все и приготовишь. Отлично. А ты будешь отправлять песто на... Да, я обожаю просто авокадо. Так, я, значит, сейчас выкладываю наш хлебушек, наш багет на тарелочку. А я отправляю авокадо в салатник. Очень спелый фрукт попался. Легко будет превратить в пюре. Знаешь, вот я всегда покупаю авокадо заранее, и он не лежит. И он мягчеет, мягчеет. Но говорят, что его можно сделать мягким в печке, в духовке. Но я никогда не пробовала, если честно. Вилочкой. Можно еще добавить чесночок. Мы с тобой будем добавлять, Елена? Обязательно, да? Да. Кто-то добавляет сюда же лимонный сок. Так, сегодня у нас нет в планах такого. У нас нет лимона. Это идеальный авокадо, мне кажется. Прекрасно, да? Да. Если даже есть коричневая серединка внутри, это не страшно. Это нормально, да? Да. Все верно. Не обязательно превращать в однородное пюре. Можно просто оставить вот в таком виде. Пусть маленькие кусочки будут попадаться. Так будет еще прикольнее. И сейчас я попробую нарубить мелко-мелко чеснок. Я думаю, что одного зубчика будет вполне достаточно, чтобы не отпугивать наших коллег. Ведь только утро. У нас впереди еще весь день. Здесь немножечко был соус, и здесь тоже. Авокадо-то уже готов. И мы можем приступать. Давай, ладно, раз ты все месила, раз ты все месила, а я подготовлю еще помидор. Отличное слово месила. Месила. Месила, месила и вымесила. Я сейчас нарежу немножечко помидорчика для того, чтобы отправить его на брускетки с песта. И украсим кедровыми орешками для того, чтобы показать, что они там есть, для того, чтобы было еще более полезное блюдо. Кстати, кедровые орехи, это очень полезно. Ты ешь орехи? Да. Говорят, вот люди умные, едят орехи. Показать, что недавно я была в Архизе, и, честное слово, под деревом сидела и ела орехи. Думала, что белки все собрали, а она в самом деле нет. Ты отбирала у белок орехи? Это впервые у меня такое, да. Объедала белок? Да, у меня впервые такое произошло, что я, ну, там, сматривала, что лежит, и я действительно нашла орешки с елок, которые вот можно кушать. Очень даже вкусно и, главное, бесплатно. Главное. Я думаю, что мы большую часть, да, сделаем? Или половину сделаем? Половину, да. Половину сделаем, я буду... Все, это последний. Да. И я могу выкладывать рыбу. Да. Так, Олесь, мне нужна вилочка для того, чтобы помазать наши соус песто. Выкладываем. Да, старшие все малютки. Кстати, мы почему выбрали именно багет, потому что он тоненький. Очень удобно брать вот такие небольшие кусочки, да. Так, поехали. У нас осталось последнее. А я выкладываю помидорчики. Вот так, осторожно. Осторожно разбрасывая помидор по тарелке. Меня нужно научить делать вот этот соус песто, потому что я, признаюсь, я не умею. Соус песто можно купить, Оль, в супермаркете. Это самый легкий способ приготовления. Спасибо. Ты только выбираешь фирму, которая тебе больше нравится. Но на самом деле можно, конечно, приготовить. Я не знала об этом. Я никогда не делала брускетты с соусом песто. Ты для меня сейчас открыла целую вселенную. Это очень вкусно. Оль, а вообще, когда сезон базилика, можно приготовить самостоятельно, отправив в блендер много-много свежих листиков базилика, добавить туда пармезанчика, добавить туда кедровые орешки, оливковое масло, соль. Я не знаю, насколько это будет сейчас красиво выглядеть. Ну, надеюсь, что, 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 что делать. Что делать, что, что поделать. Смотри, еще у нас есть кедровые орехи, которые мы можем раскидать. Вот так вот я чуть-чуть приподниму пока. Вот. Красота. Вот, вот. Красота. Для брускетты с авокадо и семгой потребуется половинка багета, авокадо – одна штука, чеснок – один зубчик, слабосоленая семга – 200 граммов и оливковое масло для жарки. Брускетта с песто и томатами. Багет – половинка, соус песто – 100 граммов, томат – одна штука, кедровые орехи – 50 граммов и оливковое масло для жарки. Для теплого салата с креветками под соусом Дорблю потребуется микс-салат, одна упаковка, креветки королевские – 300 граммов, половинка огурца, половинка болгарского перца, томат – одна штука, оливковое масло для жарки, сыр Дорблю – 200 граммов, сливки – 200 мл и чеснок – 2 зубчика. Ну что, Оль, волнительный момент. Нам предстоит попробовать то, что мы приготовили. Хотя, на самом деле, конечно же, это юмор. Я совершенно не… Очень… Прости, я чуть не заколола. Я вот ничуть не переживаю, что что-то у нас не получилось. Однозначно все вышло. Да, я возьму вот прям вместе с креветочкой вот так вот. Ммм, это невероятно. И советую всем сделать этот наишикарнейший салат. Ну, что хочу сказать. Совершенно необычно чувствовать вкус сыра Дорблю в виде соуса. Ну вот, то есть, обычно сыр мы как-то кушаем кусочками, квадратиками там или, может быть, пластиночками. Мы выкладываем его на хлеб, на ту же брускетку или в салат мы нарезаем его. А здесь он в качестве вот такой вот заливки интересной, теплой, хочу заметить. Креветки, кстати, получились тоже очень вкусные, нежные, сочные, в меру соленые. Мне кажется, что здесь нет ничего лишнего, нет никаких противоречащих ингредиентов, которые вы перебивали друг друга. Все очень гармонично, очень вкусно, свежо, по-весеннему. Ну и, конечно же, хочется заметить, достаточно диетический вариант ужина. Я очень рада, что все понравилось. А с тем учетом, что ты следишь за фигурой, я угадал салатом. А я в ней не слежу, она у меня сама по себе, понимаешь? Я просто кушаю то, что мне нравится. Кстати, в чем твой секрет успеха? Мы ведь еще не все попробовали. Да, я попробую твое, а ты попробуешь мое. Теперь узнаю все твои секреты, где можно купить соус песто. Мне очень нравится. Красота. Я съем это все за кадром. Не будем дразнить гостей. Олесь, я хочу сказать спасибо, что ты пригласила. И поздравить тебя с днем рождения телеканала, потому что мы здесь уже работаем целых пять лет с тобой. И, конечно, поздравить всех наших любимых коллег. Да, ну вот, кстати, тот момент, когда на поздравление с днем рождения можно ответить взаимно. Такой очень редкий момент. Поэтому, дорогая Олечка, я тебя также поздравляю с днем рождения. Спасибо. И желаю тебе творческих идей, сумасшедших, вдохновения. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы твой организм выдерживал эту немаленькую нагрузку. Все мои идеи. Да. Ну и, конечно же, здоровья твоей семье. Спасибо большое. Спасибо. Очень было приятно побывать всегда в студии. Дорогие телезрители, я поздравляю вас также с нашим общим праздником. Желаю вам всего самого лучшего. И, конечно же, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова